Давай друзьями тогда будем. Что скажешь? Ты и я. Всем бобра, дорогие друзья! С вами Винди и маленький Бенди. Вон он стоит. Мы с тобой продолжаем играть в Бенди Dark Revival. Тёмное воскрешение. На прошлой серии на нас напала какая-то зубастая паучища-вагинища, поэтому... Не уходи, не уходи! Я друг, я друг. Блин, какой он билый. Подожди! Мне же Алиса сказала. Мы разговаривали с Алисой с тобой. Алиса сказала, никуда не уходи. Но я, как хороший молодой человек, конечно, сразу сбежал. Ага, я могу их убивать. Не знаю, они всегда рождают пауков или нет? Надо ли мне вообще их убивать? Я не понимаю насчёт Бенди. Он боится меня, короче. Почему? Потому что я его случайно рукой ударил. Вот она, Алиса. Так, я лучше мимо обойду. Я бы хотел их сжечь. На самом деле. Я бы такой предпочёл вывод. Давай. А как Бенди здесь прошёл? Дверь-то закрыта. Как у него это вышло? Вниз спуск. Опять! Но Алиса же сказала стоять на месте. Почему я не слушаю Алису? Ладно. Я увидел милого Бенди, всё. Мозг отключился, я пошёл. Звуки, будто бы генератор упал. Я в какой-то конуре. Я... Джоуи! Я верю, что в тебе есть что-то особенное, Одри. Ты не знаешь меня? Посмотри на меня получше. Сука, Джоуи! Джоуи Дрю? Да, это я. Ну, так сказать, я... В теле. Давай немножко прогуляемся. Я хочу тебе кое-что показать. Какого? Это Джоуи Дрю! Это тот самый чел, который создал всё это. Которого... С которого всё началось. Так сказать, Илон Маск мира Бенди. Так, подожди, Джоуи Дрю. Ты, конечно, важный, но тут, может быть, завалялся какой-то недоеденный бургер. Нет, ладно. Пойдём. Круто. И чё ты хочешь мне рассказать? Ничего про Бенди не хочешь рассказать? Это я так людей приветствую, не обращай внимания. Ну, давай. Вот так вот, следуй за мной. Следи за ногами. Это место полно сюрпризов. О, да. Я знаю. Я работал здесь долгое-долгое время. Мистер Дрю? Да, Джоуи, пожалуйста. Джоуи. Чё это за место? Это студия. Это те монстры. Я что, сплю? Это цикл, Андрей. Это кошмар, который навсегда поставлен на повтор. Только с бумагой и надеждой, и небольшой помощью от корпорации, он стал реальностью. Отчего я понимаю, он существует в параллельном мире. Он абсолютно отделён от нашего потока времени. Он как запись, которая играется постоянно и постоянно. Но она начинает ломаться, и постоянно начинать создавать проблемы. Мы выбрали неправильную дорогу. Теперь оно было создано или для мести, или для сожалений. Я не знаю. Это моя загадка, которую я должен разобрать. То есть, наши теории с тобой были верны. Наши теории, которые мы изначально предполагали. Но это не то, что теория. Это очевидно было, что Бенди это бесконечно повторяющийся цикл. Одно и то же. Гоняется туда-сюда. И сначала здесь всё было хорошо. А потом, как он сказал, пластинка начинает искажаться, изменяться. Как от иглы. И из-за этого хуже и хуже и хуже, и всё начало портиться. Правда в том, что кто-то играется с тем, что здесь. Плохие вещи начали проходить из наших продуктов. Звые и страшные причудища начали появляться на нашей дороге. Самые худшие называют себя киперы. Опасные, смертельные ребята. Они захватили старую мастерскую. И они пытаются сделать то, что они называют порядком в этот мир. Они просто пытаются остановить цикл. Там что ты ищешь. Они пытаются, короче говоря, остановить ход сюжета. Замедлить поток времени. И нарушить цикл. Каждая великолепная история начинается с загадки. Однако, возможно, темно будет в начале. Твой лучший друг. Так подожди, это ты написал? Ты для меня в самом начале написал загадки и записки? Я граблю тебя. Дай. Блин, чувак, ты хороший мужик. Чёп еще. О. Я обожаю тебя. Чёп еще у тебя такого? Ничего, да? Ладно. То есть... А, всегда есть надежда. Ну, стой. Джоу и Дрю продолжают быть оптимистом, даже после того, как все вообще пошло по огромному месту. Смотри. Несмотря ни на что, не забывай. Ты здесь по какой-то причине, Одри. Всегда есть причина. Даже если ты не можешь ее понять. Слушай, ты создал этот мир. Почему ты не можешь его починить? Потому что я не мужик. Я просто... Воспоминание. Чего? Ладно. Ладно, я понял тебя. Ладно. Его могила. Могила Джоу и Дрю. С 1901-го до 1971-го. 70 лет мужик прожил. Просто с карандашом и мечтой. Это было неожиданно. Ладно. То есть, он... Воспоминание. А почему он появился мне? Ладно. Хорошо. Столько открытий. Никогда не забывай надежду. Когда засомневаешься, ответ, который ты ищешь, обычно рядом. У нас всех есть мечты. Призраки в прошлом. Но эти призраки могут дать нам путь вперед. Твой лучший друг. Сдохни, Бенди. То есть, да, он для нас записки сделал. Потому что никто не может быть такой душечкой и таким... Эээ... Верящим в лучшие парня. Бенди, я никуда... Я тебе не наврежу. Бенди, да подожди! Меня привлекает бегающий мерчандайз. Так, стоп. А мы здесь были? Лорд. Амок. Рулит. Написано. Не знаю, кто ваш лорд Амок. Но того, что я... Мок. Он точно не мог. Ха-ха-ха. Это смешно. Так. А у меня электричество, по-моему, заряжено. Поэтому мне не нужно. Добрый вечер. Так, это лечение. Но с здоровьем у меня тоже вроде как все хорошо. Хорошо. Поэтому тоже не думаю, что надо. Пойдем вниз. О, нет. Опять в жижу. Да сколько ж можно? Приветики. Ха. Прятаться в бочке. Мы видим бочку, мы садимся в бочку, конечно. Никак иначе, родной. Бенди, наверное, в чернило просто ушел. Небезопасная зона. Будешь мертв. Тут какие-то племена появились. Звуки прям племен. Блин, Джоуи. Круто. А, ну вот почему он, кстати говоря, сказал, что живой и собственной персоной. Ну, типа. Ну, что он не живой. Обманщик. Лжец. Так, туда я не могу пока. Туда мы потом доберемся, наверное, да? Ничего ж не открывается? Нет. А что написано? Security override. Ну, это надо перезагрузить безопасность, чтобы туда забраться. Тут много дверей. То есть мы сможем, скорее всего, везде походить. Блин, только бутылки сплошные. Добрый вечер. Он сказал, что тут есть какая-то команда, которые... Эти киперы, которые строят везде свой порядок. А-а-а. Кто такие киперы? Спросишь меня ты. А я не помню. Скажу тебе я. Тебе нужно следовать своим вдохновением. Я тебе сейчас расскажу. Я понял. Он, короче, говорит о том, что пока я работал, меня... Что-то там мой номер, ну, офис мой, что-то наклонило, короче говоря, и постоянно воняло, как в канализации. Но я настолько к этому привык, что теперь, когда мой офис не вонял, у меня отвратительные были стихи и песни. Поэтому теперь, когда появилось новое место, где я могу сделать свой офис в канализации, я знал, куда мне тут нападаться. Где моя бочка? Вот она. Не бочка, но тоже сойдет. Меня постоянно пугает сам факт появления. Вот это вот. Звук. Секьюрити лог. Туда мне надо. Прятаться. Понял. Балоко. Что это такое? Чернила. Прокачка. Мы давно уже с тобой прокачку не видели. На этот раз я буду лучше себе жизни прокачивать. Стамина не нужна. Стамина, она нужна на один раз. А, абилити. Навсегда понижает кулдаун ваших способностей. Но мне не то, чтобы особо нужно. Я лучше жизни не хочу. Так, мне дальше сюда, да? Здесь меня не было. Лорд Амок рулит. Да, ваш лорд Амок сосет. Я тебе говорю. Я его увижу. Я ему таких люлей накидаю. Ты мне поверь. Ага, я могу прятаться. Интересно, почему-то иногда я в эту штуку прятаться не могу. Иногда мне игра не дает эту возможность. Ну, конечно, у меня заряжено электричество. Угу. И можем спуститься вниз, пока мы все не высосем отсюда. Это вот чем мы, видимо, здесь занимаемся. Угу, деньги. Чуть-то психанул прям. Не знаю, почему просто. Играю, играю, играю. И потом ты пистол. И вышел нахрен. Не знаю, почему. Короче, продолжаем с тобой играть в Бенди. У тебя как бы это одна серия. И не знаю, почему я тебе снова здороваюсь. Потому что ты вообще не понимаешь, о чем речь. Но да, для меня это не одна серия. И я только что слил воду. За техником выработал. Так сказать, черный Марио. Это я. Я слил отсюда воду. Сюда, если что, нельзя было зайти. Мы только что... Прошлый в этой серии. Я для себя вспоминаю, что происходит. Вот, мы в этой серии с тобой поговорили с внезапно ожившим Эндрю. Ой, не Эндрю Райаном. Это другая игра. И лестница. Окей. А поговорили, короче говоря, с тобой с Джоуи. Блин, он, кстати, очень похож на Эндрю Райана. Вообще, реально, игра на Биошок очень похожа. Я бы с тобой в Биошок поиграл, если честно. Я не знаю, родной. Я не думаю, что тебе Биошок прям вкатит. Ну, я... А, стоп. Я же отсюда пришел, да? Да, ёп. А что ты будешь делать, если я буду на лестнице, дружище? Я на лестнице. Что ты сделаешь? Вот что ты мне сделаешь? Вот что? Вот что ты мне сделаешь? А? Ничего ты мне не сделаешь. Ну, конечно. Оп, 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 оп. Не понял. Это я, типа, спрятался? Собака черная. Я понял. Смотри, мне нужно сюда, вот, видимо. Я... Невидимая стена не позволяет мне, но здесь лежат эти доски, так что мне нужно всосать сюда чернила. Там кнопку мы находили с тобой. Нажать на кнопку, кнопкой наблить здесь чернил. Через чернила нам нужно подняться наверх. И таким макаром... О, бекончик. Таким беконом мы с тобой справимся. Так, вот теперь я нажимаю на кнопку. По идее, вода отсюда. Сейчас выливается туда. Да? А что, лампа горит? Подожди. Что это такое? Подсвечено. А, теперь... Ммм, помыться. Ага. А теперь, наверное, все будет как я хочу, да? То есть до этого оно было не так, а теперь оно будет так. То есть сейчас я просто иду, опять нажимаю на кнопку, оно переливается обратно, и после этого я могу пойти туда и обосраться отчасти, потому что поднялась доска для того, чтобы пройти невидимую стену, которая раньше была. Класс. Мне не очень нравится, когда игры создают проблемы, которых нет. Ну, в жизни, в реальной же нет невидимых стен. Капец у меня волосы родные. Я сейчас, если честно, поеду отсюда. Ну, я перемещаюсь опять в другую, в другой город. Вот. Поэтому там я первым делом пойду и навожу. Кто это? Вы кто такие? Ёпта мать! Стилиста нахер! Что? Ты чё с томогалтками? Ещё с хер... С ракезами? Ты чё, серьёзно? Это кто? Где вы стилиста нашли? Бляха! Тут ещё, походу, чернильный демон лично стилистом подрабатывает. Он, короче говоря, подходит просто к этим ребятам. Мало того, что их обливает своим чёрным чернилом, так он ещё и им прически мутит. Так, чё, мне типа вот так вот перепрыгнуть надо? Ну-ка. Опа! А, подожди, это меня не убивает? Так, и что? Теперь мы открыли что-то. Чё это такое? Закрытая дверь. Почему? Теперь мы открыли что-то. Хрен его знает что. Тихо. Отлично. И добиваем её. Добиваем. Я съем тебя и съем твоих родных. По-моему, я здесь главный из водей. Опа! Ещё хавчик. Ааа, моё любимое. Ну ты мать! Ещё одна бегает здесь. Добрый вечер. О! Почему это... Доб-доб! А, ну полутаем перед смертью. Зашибись. Пойду утоплюсь. Почему я ничего не умею? Я не умею бить, я не умею ворачиваться, я не умею прыгать. Так, ладно, наверное, мне... Откуда они здесь селись, кстати? Я тебе говорю, где-то здесь сидит такая... Бенди рогаткой. И просто из себя... Пульк, пульк, пульк. Выстреливает этих ребят. И говорит им, идите бейте, Одри. Идите бейте её. А они идут и бьют. Прикинь. Так, и что? А зачем я это сделал? Тебя здесь не было! Я убил тебя! Я убил твою собаку! Я убил твою бабушку! Я убил всех здесь! Откуда ты опять взялся? Я так понимаю, вот эта дверь открыта? Да, выход, наконец-то. Внутри наших изолированных стен лорд Амок контролирует всё. Всё, что в нашем мире протекает, не может остановить его управление. Те, кто спорят с его рукой, будут их тело иметь сокрушёнными. Это приведёт нас к нашим... А, и отправит их, короче, в канализацию под нашими ногами. Эти туннели ещё более глубокие, ещё темнее, чем этот. Есть только страдания там. Но если кто-нибудь победит лорда Амока, может его уронить, то наше маленькое королевство будет принадлежать покорителю. И это секрет бессмертия Амока. Передача трона. Короче, всегда должен быть как король Лич, так вот и, собственно, Амок. Выход. Ну всё, значит, мне надо пойти его додубасить, и я получу империю себе. Отличный план. На выходные. Эдри, ты понимаешь, что мы будем делать? Мы будем херачить ни в чём не повинного местного кровожадного ублюдка, чтобы забрать его королевство. Но никто не просил писать это в его письменах. Так, значит, нам нужно электричество. Хорошо. Мне нравится лор. Мне нравится, как всё это здесь выглядит. Мне нравится всё, но боёвка немного дурная. Мне не очень нравится. И, блин, эти лабиринты тоже. И ты заметил, в какой-то момент авторы игры такие просто положили болт на то, чтобы давать тебе какой-то гайд, куда идти. То есть вначале у тебя была стрелка. Иди сюда. А в какой-то момент они такие знаете что? Стрелки, они переоценены. Игрок сам поймёт, куда надо всё. Я, в принципе, не против. Просто зачем её было изначально тогда добавлять? Вы все пейки. Игрушки. Еда. Моё любимое. Так. Дёрнуть. Вот это я молодец. Красавчик вообще. Деньги. Монетки. Люблю монетки. Бочка. Любая бочка, которую ты видишь, садись с неё. Мы живём по заветам Диогена. Ребят. Вы выглядите очень заскриптованными. А ну. Давай я войду. О! Преклонись. Перед нами незнакомец. Убей её. Убей её. Чё-то тебя не особо слушают, парень. Смотри, что будет с тобой. Ребята, не нужно на меня бить. Я ваш будущий император. Вы реально пожалеете сейчас. Это ваш лорд-амок. Я бы его больше назвал лорд... Ох ты! Так, подожди. У меня есть преимущество. Я пыль. Парни, первый раз не пошёл. Получится второй раз. Всё хорошо. Поехали. Добрый вечер. Ед. Оп. Один удар. One punch! А всё? Всё, преклонитесь перед новым императором. Это было легко. Император хочет твоей смерти. А, я не могу. Дай посижу на табуретке. Опа. Новый император. Это я. Добрый вечер. Да, 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 да. Подожди. То есть, они стояли там. За дверью. Они слышали, как их император. Ай, блядь, ай, блядь, ай. Помогите, помогите. И стояли там, ждали, пока я его добью, чтобы вбежать. Ровно сейчас. Потому что дверь никто не открывал. Двери никто не мешал. Вот. И, короче говоря... Я снимаю. Короче говоря, он умер. Они открыли дверь. И вбежали. Такие. Поклонимся новому императору. Наш прошлый нас просто заебал. Ну, хорошо, ребят. Я вас понимаю. Я вас понимаю. Не, в принципе, я бы тоже преклонился перед женщиной, которая умерла, и потом сразу воскресло. Прибежало ко мне. Вино даже не превращать в воду не обязательно. Для данного я бы уже поверил, честно говоря, в человека. Вот. Вижу рычаг, дергаю. Моё правило простое. Я не знаю, что я открыл. Ребят. А пожрать нет ничего для императора? Я бы покушать хотел. Нет. Самая бесполезная империя из двух бомжей. Хотя, та империя, которая... А, трёх бомжей. Присвуживаем Амоку. Я переименовываюсь. Амок, имя херовое. Ладно, я люблю эту империю. Обожаю её. Блин, какая великолепная империя. Тут даже бутерброд оставили. Вы правда любите своего императора? Недоеденный бутерброд. Вкуснять. Так. И чё? Чё-то мне кажется, меня сейчас ограбят. Или ограбят, или будет драка какая-то неведомая. Не могут мне просто так дать все эти инструменты. Бесплатно, так сказать. Хотя, почему бесплатно? Я победил в сложной битве. С одним бомжом. На, по башке. Так, Борис, ты за главного? Пока меня здесь нет, короче. Понял. Переименовываем Амоку в другое имя. Амок реально херовое имя. Брендирование сосёт. Вот. Нужно как-нибудь, не знаю, там... Главарь и точка, к примеру. Вот это имя, так имя. А вот эти ваши Амоки. Ага. Так, ладно. А почему бочка не поломанная? Я даже не могу залезть в вашу бочку. Трон нахер, чтобы когда я пришёл, здесь бочка стояла. Поняли меня? До свидания. Так. Куда мне? Просто извечный вопрос жизни. Куда? А, вот. Хорошо. Я не очень хочу. А шо, уже конец? Так, Бенди. Когда я был в теле мужика, я тебя убил. И в этот раз я тебя тоже заставлю врать пыль. Эй. Блин. Империя? А почему моя империя не идёт за мной? Они типа такие, а, ну у нас новый император. А, ну император ушёл. Ну ладно. О. Кайф. Ну ладно. Раз нам Бенди говорит, что это... О. Не, ну. Если это не похоже на разлом, то что похоже? Город разломанных мечт. Что в мире? Как огромное это место. Оно под земля... Не убегай, не убегай. Это ты. Откуда ты пришёл? Слушай. Я извини. Я... Я не хотела тебе вредить. И... Ты ведь тоже мне не хочешь вредить. Да блин, какой милый. Нет, не хочу, говорит. Зайбумба. Давай друзьями тогда будем. Что скажешь? Ты и я. Хе-хе-хе. Класс. Может поможешь мне? То есть ты не можешь быть другом, да? Просто так. Вот это Одри. Если ты мне друг, ну хорошо, помогай тогда. Друзья нужны только для того, чтобы использовать. Получается для Одри. Говорит. Не знаю. Что такое? Плохое место? Джент. Да ладно. Я не дам никому ничего плохого тебе сделать. Мы будем по одному шагу идти, окей? Просто ты и я. Давай сделаем, что мы можем найти. Блин, какой милый. Ё-моё. Какой ты милый. Дай ударю. Друзья. Друзья навеки. А что в мусорке? Мы с тобой, друг, можем многого добиться. К примеру, я могу из мусорки поесть. На. Так. Хорошо. Ой, он бегает за мной. So fucking cute. So fucking cute. Класс. Ну что? Только ты и я. Сука. Какой же ты маленький, миленький ублюдок. Пойдем. За мной. За мной. Эй. Ну. Пойдем. Видимо, ему не понравилось. Знаешь, есть ББ... БЕ. Не, ББПЕ. Бей Бенди по... Лицу. Молодец. Обучился, обучился. Так, у нас здесь, короче говоря, самолет. Слушай, тут еще поезда есть, реально. Да что ты постоянно садишься? Ноги болят, что ли? Сколько тебе лет? Ты вроде молодой. Ты что постоянно садишься? У тебя так... Заплывешь жиром. О, мусорка. Ну блин. Могли бы чем-то оставить. Это... Насколько большое... Насколько... Большой этот город. Там кто-то поет. Есть что? Каждый раз, когда мы видим пустую мусорку, Одри грустит. Там кто-то поет. Пойдем. Бенди, не бойся. Я с тобой. А куда ты здесь попробуешь сесть? Слушай, круто. Конкретно разлом. Я очень хотел бы в Биошок поиграть. Я знаю, что сейчас в кометах напишут, там человек 10, что... Я хочу в Биошок, Биошок, буду смотреть. Но, к сожалению, только 10 людей и будет. Почему не в одну мусорку ничего не положено? Похоже, нам нужно найти карту для того, чтобы здесь пройти. Есть Бенди идеи какие-нибудь? Да, есть одна. В этой мусорке посмотрю. Нет, походу, там ничего нету. Найди карточку. Но он намекает, что иди ищи по каждой мусорке. Говорит, посмотри здесь. Ничего. Давай дальше смотреть. Ладно, Бенди, я понял. А, то есть я сам не догадаюсь, да, пока ты мне пальцем не покажешь? Хорошо. Нет, тоже нет ничего. Плохая ошибка. За каждый раз, когда будешь ошибаться, будешь получать по щам. Продолжай, продолжай. Так, давай, давай. Если ты не хочешь боли, то тебе лучше попасть. У тебя получится, я верю в тебя. Ты мог бы с этой начать, на самом деле. Извини, Бенди. Не я устанавливал правила. Ой, подожди. Я устанавливал правила. Но ты не можешь мне противиться. Потому что ты маленький, а у меня бита. Так. Так. Здесь. А почему именно? Почему именно эта машина? Ладно. Бенди, я не понимаю, по какому принципу ты выбираешь места? Почему? Мы прошли кучу мусора. Почему именно эта? А, будущее наступило. Я не знаю, как оно здесь так быстро. Многие из вещей, которые происходят и появляются из джента. Джент это компания, которая, собственно, здесь по ходу все и сделала. Не следует никаких правил физики, которые я знаю. Трудно поверить, что они начали, как обычная компания, которая кирпичи откладывала однажды. Сегодня у нас есть все самые всемогущие, самые новые вещи и хуже всего головные боли. К примеру, вот эта вот ID-карт машина, которая есть на двери. Если ты не приходишь с карточкой, то ты не идешь работать. Поэтому я могу мою карточку постоянно в моей комнате кладу в отель. Не самое безопасное место, но, по крайней мере, я знаю, где оно. Походу, мы нашли. Ну ладно, пойдем. Молодец, Бенди. Как ты вообще связан? Кстати говоря, ты не знаешь о том, что здесь ходит твоя большая страшная копия? О да. Я новый бизнес тогда начну. Откуда ты, бляха, взялся? Я съем тебя. Ладно. Так, подожди, а у меня наушники правильно одеты? Ну, кто бы мог подумать. Нет, неправильно одеты наушники. С ума сойти. Почему здесь много вещей, которые никто не подобрал? Так, ладно, мне сюда. Вот он, отель, видимо. Еда, это люди. А, ну ясно, люди едят, понятно. А я ваши деньги заберу за это. Вы нарушили закон, запрещающий нарушать закон. Бляха. Тут и здания огромные. Реально, какое-то все это помещение не соблюдает законы физики. Давай, давай, давай. Оп, оп, оп. Было бы хорошо, если бы вот у нас есть боевка, да? Хорошо, хорошо, прекрасно. Я люблю бить. Людей. Но, по какой причине у меня нету никакого уворота, переката, я не знаю, суперудара. Было бы гораздо интереснее, если бы я хоть что-то мог делать с врагами, уворачиваться там. А сейчас, получается, я просто получаю по щам, ем и получаю по щам. Кино. А что показывают? Выходит кино. Большой отдых Бенди. То есть здесь даже кино про тебя. Ты реально популярен. Пойду в мусорки посмотрю. В мусорки ничего. Ладно, пойдем. Ладно, а зачем я дальше копаюсь в мусорках? Вот он, отель. Это туда, куда мне надо. Но ты не можешь поспорить с тем, что выглядит все круто. Опять сядешь? Здесь довольно стрёмно. Именно здесь, то есть, больше нигде не стрёмно. А вот здесь стрёмно. О, Гуфи. Борис! Борис! Бенди, обслуживающий персонал здесь просто ужасен. Такое чувство, будто все мертвы. Двери закрыты. Ага, понял. Спасибо, тот, кто ставил это там. Ммм, пончик. Так. Замечательно. И... А, понял. Я постоянно забываю о том, что, ну, вверх существует. Как удобно, блин, что именно его квартира проломана. Ни одна другая не проломана. Safe and sound. Используй карточку. Это было бесполезно. Так, ладно. Вот она карточка. Ты далеко забралась? Не делай этого! Подожди. Ага, откуда... Как ты сюда забрался? А, у меня свои пути. Расскажи мне, как у тебя приключения? Ну, не очень. Но я проберусь. А-а-а. Но я вижу, что твой отец тоже никогда не сдавался. Так что давай. А, ты знал моего отца? Да, невероятно. Я не знала моего отца. И мою мать тоже не знала. Или... Кому-нибудь еще в моей семье. Я понял. Да значит, ты решила выбрать прошлое. Я могу это понять. Ты о чем? Слушай. Я не думаю, что ты для этого готова. Но... Держись за деньги. Есть что-то, что я хочу тебе показать. Подожди. Что ты делаешь? Ты Вартигонт? Я знаю, что Вартигонта такую херню всегда вытворяли. Сейчас, сейчас, я тебе кое-что покажу. Иди сюда, сука. Так, подожди. То есть, он не просто призрак. Окей, Джоуи. Я здесь. Генри! Генри! Слепая ты пельмешка. Так, давай. Это возвращение. Это, это, это первая часть. Иди сюда. Иди-ка присядь. Это и долго не займет. Первая, мать ее, часть. А-а-а. Мысли станов... А, мечты становятся реальностью. Так, он говорит, иди присядь. А я не хочу присядь. Я хочу походи. Машина чернильная. Здесь у нас обучение было. Типа, иди попрыгай, иди подолбись, иди там то, иди сё. Блин, напоминает, прям навевает воспоминания. Очень много воспоминаний. Ладно, давай, присяду. А вот здесь, по-моему, пасхалка, да? Секреточка была. Если я правильно помню. Ну, давай, я присяду тебе. Клево. Оп, сели. Мы где? Очень старое место. Волное воспоминаний. Но не волнуйся. Есть маленькая история, которую я хочу показать. Ты готова? Поехали. Однажды Одри был неприятный такой старый мужик. Он потерял всё. Джоуи. Да. Настоящий Джоуи Дрю. Он всё скидывал на других. И больше всего, он свой бизнес накидывал на то, что он забросил свою работу много лет назад. Мужчина Генри Стейн. Великолепный художник. Хороший друг. В своей злобе Джоуи использовал злую машину, чтобы создать другой мир. Мир, созданный из чернил, где он издевался над своей версией Генри. Но однажды чудеса случились. Анжел пришла в жизнь Джоуи. Маленькая молодая женщина, Элисон Пендл. Она не часто приходила. Но когда она приходила, она видела что-то хорошее в Джоуи. Этого никто другой не видел. Даже он сам. И через их дружбу он начал видеть мир более хорошими глазами. Однажды он решил в своём ужасном мультяшном цикле ужаса дать Генри и Анжелу шанс. И чтобы помочь ему следовать по своему пути. Чтобы доказать, что есть надежда. Тогда Джоуи решил сделать что-то новое. Что-то, что он всегда хотел, но никогда не мог. Семью. Но не мультяшную. Что-то реальное. И после многих, многих попыток, он создал что-то, что сделало его счастливее, чем он когда-либо мог быть. Он маленькая девочка. То есть у него появилась маленькая и добрая. Почти. Как человек. Он создал ты, тебя, Одри. Что? Ты чё, с ума сошёл? Я знаю. Я понимаю, во многое нужно поверить. Ты завались нахер. Я не создана кем-то машиной какой-то. Я кожа и кости. Я не какой-то монстр из чернил. Просто потому, что мы созданы из темноты. Не значит, что мы ей принадлежим. Мы всегда свободны в выборах. Верить в то, что мы хотим. Завались. Верни меня обратно. Быстро. Я не хочу слушать больше твою ложь. Слушай, запомни, кто ты обрис. Завались. Так вот оно что. Это неправда. Это неправда. Не может быть правдой. Не может быть правдой. Я знаю, что я переигрываю. Но просто это и так было понятно. Это для меня не новость. Хотя, конечно, интересно. Каким макаром я тогда работал в компании, если я был чернилами? Как это? Как это случилось? Как это? Или я тогда уже был чернилами? То есть он сделал меня, после этого отпустил, я работал, и потом меня нашел Вилсон? Или это другой мир был? Или это мои воспоминания ненастоящие? Или что? Ладно, возможно, потом будет ответ. Я не знаю. Ну, хорошо, хорошо. Мы узнали с тобой то, что и так было очевидно, но мы узнали. Бенди, прикинь. Бенди? Бенди? Бенди! Ты не Бенди. Дети. Кто с... Это Вилсон. Мы нашли. Подожди, подожди, подожди. Восстание было на ру... Подожди, короче. Восстание в каком-то регионе было остановлено при помощи киперсов. Киперсы смотрят. Кто такие киперсы? Киперсы звучат как каперсы, а это грибы. Крутая лунная походка, друг. Я не буду с тобой драться. Иди долбись ушами в нос. Не надо. Не хочу. Ну тебя. Ну тебя. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Да ну-да, ну не надо. Ну не надо. Давай жить мирно. Пусти ты меня. Балан. Да ну иди сюда. Ты пошел вон. Куда вставить? Вставить. А-а-а. Пусти меня. Да отвали. Иди нахер. Я сяду, я сяду, я сяду. Я сажусь. Не бей меня. Ай. Больно. Дебила кусок. Сейчас я тебя высосу, гадина. Сейчас я тебя заберу. Ты будешь мою едой. Милсон знает наше значение. Твоё значение? Понюхать мою руку. Насмерть. Окей, слушай. Ну, сюжетный поворот ожидаемый, но интересный. То есть, я так понимаю, Джоуи создал нас с тобой. Видимо, это были не настоящие воспоминания, в результате которых мы киперсы. Джент, это компания джентов. Это та самая компания, которая всё создала. Может быть, поэтому здесь нарушаются законы физики. Таааак. А вот это нихера нехорошо. Но я не такой чмо, как Бенди, видишь? Бенди! Сука! Маленькая гадина. Я думал, ты мой друг, а ты... Превращаешься? А зачем? Аааа... Вот как он ушёл. Стоп! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Вот я видел в комментах, пишут типа, Андрюха, да ты не боишься. Да не пугаешься. Конечно, я не боюсь. Ты что, никогда ничего не боюсь? Я же никогда ничего не пугаюсь. Блин, очень много вещей. Бенди. Гадина маленькая. Зачем ты превращаешься в злого, чтобы на нас нападать? Может быть, не специально. Я думаю, что у всех есть своё дело. Когда ты привыкаешь... Короче, когда ты работаешь достаточно долго в компании Джент, ты учишься держать рот за замком. Когда я увидел в газете сообщение о том, что платят деньги за то, чтобы быть экспериментальной мартышкой, я захотел да это лёгкая работа. Я видел мертвых людей раньше. Но здесь... Это просто смысл жизни. Они берут и выбрасывают тела. Люди, которые находятся здесь, буквально получают деньги, чтобы умереть. Три с половиной доллара за неделю. Три с половиной доллара в неделю за жизнь. То есть здесь проводили эксперименты над людьми. Так у меня только возник один вопрос тогда. Смотри, если это параллельный мир для того, чтобы... Ну, страдал Генри и, в принципе, вот, да, всё происходило. А люди здесь, они реальны или нет? Все люди это... Ну, наверное, да. Все люди, которые здесь находятся, это, наверное, предыдущие работники компании, да? Я так понимаю. То есть меня создали здесь для того, чтобы... Была семья у Джоуи. Сам Джоуи, видимо, уже давно не в себе или погиб, или... А как он погиб, если всё здесь бесконечно повторяется? Ну, то есть я вижу Джоуи, конечно, вот этого. Но он же... Он говорит о себе в третьем лице. То есть это Джоуи, это не тот Джоуи, который... Настоящий Джоуи. Понял, да? О чём я? Надеюсь, ты понял. Но как он тогда умер? Он же показал могилу. Как он тогда умер? Как это работает? Или он давно умер? Или он не умер? А зачем он тогда говорит о себе в третьем лице? Так, прокачка, хорошо. Я думаю, у меня уже должно хватить для того, чтобы прокачаться. Пять, два, три. Угу. Пять. Пять, два. Много вопросов. Я сейчас даже не могу особо рассуждать о том, что именно. И как именно, потому что... Я бы хотел пока что узнать и понять больше информации. Ой, ой-ой-ой. Аномалия найдена! Новый субъект! Нужен! А, назначение нужно. А кто ты? А что ты? Какое твое назначение? Меня зовут Одри. Я здесь не чтобы вам проблемы создавать. Просто я хочу домой. Пожалуйста. Можете помочь? Фисти? Бесполезная? Опасная? Мы не видели такое раньше? Я уверен, мы договоримся. Давайте побазарим. Вы кто? Мы... Гиперы! Я понял, по субтитрам. Порядок... Контроль... Вечный... Мы... Служим многим. Мы... Служим одному. Машина... Должна... Выжить. Откуда вы пришли? А! Кто вас сделал? Уилсон! Молодец. А можете меня к нему? Я хочу... Он хотел, чтобы меня нашли. Опасная... Слишком опасная... Субъект без лимитов. Пожалуйста, дайте его увидеть. Субъект... Враждебен... И... Вреден. Включаем токсичные выплаты. Так, подожди. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нахер иди, слушай. Так, я понял. Диалога не получится. Да, давай мне быстрей. Агрессивно кашляет. Мне нравится ее позитив. Реально. Она типа такая... Мы договоримся. Субъект вырвался. Кто бы мог подумать. Убить при встрече. Закрыть все цикл-брейкеры. Понятно. Ладно. Окей. На этом мы пока закончим. Круто. Очень круто. Блин, мы с тобой встретились теперь с киперами. Киперы это, короче, местные ребята, которые охраняют порядок. Ну, точнее, как Вилсон хочет. Это его ультимативные служители. Мне нравится, как у Одри позитивчик такой, типа, ей вещает какая-то херота, больше похожая на, не знаю, какое-то безумное друговселенское создание. Оно вещает о том, что ты опасна. И она такая, ребят, мы договоримся, окей? Просто давайте поговорим и договоримся. Ты о чем думаешь вообще? Ладно. Не, ну она попыталась, окей. А на самом деле это недооцененная вещь. Многие конфликты, возможно, могли быть решены в любой истории просто разговором. Приходит Танос такой, на, хочет щелкнуть. И ему такие, дева, подожди, давай поговорим, может быть, урегулируем. Если у тебя харизма прокачана, бам. Все. Все хорошо. Ладно, я надеюсь тебе понравилось. Очень интересно, что будет дальше. Я хочу очень продолжить. Я хочу очень увидеть, что дальше. Меня прям трясет. Реально, это тот, если душнину убрать, то это интересно очень. Пойду умру. Опа. Прекрасно. Я надеюсь тебе понравилось. Подписывайся на канал. Оставляй свои комментарии. Пока на этом все. Пока, родной. До скорого. Удачи.